Учителя, кадеты, военнослужащие, члены партии «Единая Россия» и организации «Боевое братство» сегодня вспоминают Юрия Горбаренко и Алексея Ионова, выпускников Нахабинского лицея номер один, погибших при исполнении воинского долга. В память о героях нашего времени на фасаде образовательного учреждения торжественно открыты мемориальные доски. Это очень важно помнить о событиях, которые произошли в наше время, помнить о героях, потому что, если мы будем о них забывать, изменится история и вообще культура страны. Поэтому очень важно помнить о тех, кто защищает нашу родину на полях сражений. В биографиях этих бойцов два общих факта. В разные годы они постигали азы наук в Нахабинском лицее и добровольцами отправились на СВО. Откуда вернуться им было не суждено. Награждённый орденом мужества посмертно 54-летний Юрий Горбаренко служил снайпером подразделения «Ахмат». В мае прошлого года попал под миномётный огонь недалеко от севера Донецка, рассказали на мероприятии. Штурмовику Алексею Ионову, выполнявшему задачи по освобождению Луганской народной республики, было всего 40. Его награда – медаль за отвагу – тоже вручена посмертно. Память о смелых, неравнодушных к судьбе отечества земляках обязуется бережно хранить в их родной альмаматор. А то, что мемориальные доски, я считаю, это необходимость. Роберт Рождественский писал, это нужно не мёртвым, это надо живым. Они не просто будут идти в школу обращать внимание, это будет, ну, я считаю, что школа должна гордиться своими выпускниками. Не только в Граните увековечены имена погибших солдат. В лицее открыта парта героя, на которой размещены рассказы о жизни, дослужбы и подвигах бойцов. Право сидеть за ней на уроках удостоены только имеющие успехи в обучении и принимающие активное участие в жизни школы ученики. Продолжение следует...